про дженерики я расскажу сейчас должен был на следующем занятии пару моментов мы встретим которые я не давал определения но к счастью человеческий мозг это не однопроходный компилятор дадим определение потом я думаю что сейчас важнее в принципе тема дженерика в таком хорошем изложении она полезна даже практикующим java программистам ее повторить потому что какие-то детали мимо многих проходит мимо значит смотрите мы уже изучили достаточно много всего мы понимаем что нас есть стандартная библиотека там есть какие-то вещи типа листа и вот до появления дженериков мы писали код так например в дельфях и там джави до пятой версии у нас есть ли лист там некий объект который мы можем добавлять элементы но так как это универсальный контейнер то добавлять туда можно любой объект и соответственно извлекаем когда мы из него мы извлекаем нечто что сведено к типу объект поэтому если мы хотим создать список менеджеров мы берем лист менеджер создаем его пихаем него силов пихаем него сети а так как лист класс универсальный мы в него можем положить тоже уборщицу потом когда мы достаем какой-то элемент из этого листа мы сводим этот элемент к менеджеру и тут у нас происходит класс каст exception это очень плохо потому что ошибка произошла на очень позднем этапе ошибка на самом деле мы ошибка там где мы уборщицу список менеджеров положили но нам не компилятор не рантаем ничего не сказал рантаем нам сказал уже когда мы извлекаем что-то из листа и поэтому отладить такое очень сложно да это вот моя любимая картинка про разницу между рантаем и компайл тайм ошибками безопасности компай когда компилятор тебя от значит оттаскивает пьяного от руля это гораздо лучше чем когда у тебя ошибка случается в рантами разница примерно такая же соответственно мы хотим мы не хотим ошибок в рантами вообще мы хотим по максимуму в компайл тайме все эти несоответствия нивелировать поэтому в 5 джаве в 2004 году появляется такая фича как дженерики и выглядит это следующим образом у нас все тот же лист список универсальный но мы его видите параметризуем то есть мы говорим что это список менеджеров будет и соответственно когда мы его объявили мы добавляем в этот список сего сети а при попытке добавить туда уборщицу потому что она имеет класс несовместимые с классами которые могут в этом списке быть будет компайл тайм и рор то есть он не даст уборщицу в не свой список добавить а когда мы достаем что-то из этого контейнера нам уже не надо сводить тип компилятор уже знает что это список менеджеров соответственно сразу же результатом этого вычисления будет объекте по менеджер пока все просто и логично и замечательно значит каким образом свой собственный параметризованный класс можно в джаве определить но есть такой специальный синтаксис с треугольными скобочками значит допустим мы хотим определить класс пары в котором два компонента 1 2 и мы хотим этот класс сделать типизированным параметризованным значит пишем pr в треугольных скобочках ты это параметр типа и дальше мы на этот параметр можем ссылаться видите the first the second и вот здесь вот мы можем и на этот тип говорить как тип возвращаемые так и этот тип требовать как тип аргументов функции то есть мы не знаем что это за т но что это за тем это будет ясно когда мы начнем код писать какой-то соответственно чтобы его проинстанцировать мы указываем в определении переменной тип и его параметр и значит для нас как бы это будет эквивалентно тому что из воздуха появился специальный класс pr типизированный стрингом то есть как будто бы мы ну по нашему заказу появился такой специальный класс пары строк и выглядит это все именно так вот когда вы значит пишите в самых простых случаях типизированный код значит помимо того что можно типизировать но обобщенные писать классы можно писать обобщенные методы конкретный метод может быть обобщенным тогда мы ставим в треугольных скобочках параметр типа перед возвращаемым типом обобщенного метода в данном случае я возвращаемый тип совпадает с параметром типа но вообще говоря здесь мог бы быть string просто мы используем этот ты еще где-то там вот да параметр параметр параметры параметризованного методу в треугольные скобочках пишется перед возвращаемым типом да вот в этом примере там ты в треугольных скобочках это параметр а вот то который без треугольных способ это уже использование а нет 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 него есть место значит обычно какие буквы используют там т.у.в. большие буквы одной буквы короче большой латинской так такой naming convention такой там киви и такие value там если это е большой то элемент ты просто тип ну обычно ограниченным количеством букв в данном коде значит смотрите там вначале мы говорили про то что у нас методы у них может быть такой вараркс значит смотрите то есть вараркс то есть мы можем определить когда у нас много но может быть произвольное количество аргументов одного типа мы можем определить вот так вот через многоточие тем многоточие items и внутри это кстати очень важно потому что сейчас я про это буду говорить подробнее внутри метода вот эти вот items у нас является массивом т вот то есть и вот здесь вот пример то есть мы допустим мы хотим написать обобщенный метод который возвращает про из случайный аргумент из переданного набора аргументов допустим мы передали a b c он вернет строку которая случайным образом будет равна либо а либо 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 c мы передали сюда силу ctc фон вернет одного из менеджеров случайным образом вот items в данном случае это массив поэтому мы берем его длину вызываем thread local random и пишем items квадратных скобочках то есть мы вызываем случай берем случайный item из этого всего и смотрите как легко использовать если мы там писали new pair от string значит объявляли что мы хотим параметризовать параметризовать именно стрингом то здесь полный type in фиринс мы написали три строки и компилятор понял а наверное ты это string соответственно вот эта штука скомпилируется если мы сюда трех менеджеров передали и здесь у нас слева менеджер компилятор понимает а наверное тип это менеджер и все скомпилируется нормально то есть компилятор сам подгоняет типы через type in фиринс значит а другой пример то же самое но только без варарксов с помощью листа вот абсолютно тот же самый пример только сюда мы передаем лист от и то есть мы видим что мы можем вот этот и использовать где угодно в том числе и в качестве параметров типов которые передаются в качестве аргумента вообще в любом месте как бы почти в любом месте мы можем то использовать а вот здесь вот мы-то использовали видите в качестве в качестве типа локальной переменной ты резал то есть это просто тип как будто бы и мы его возвращаем значит промежуточные выводы вот исходя из того что я показал использование параметризованных классов у нас очень простое просто определяем там лист в треугольных скобочках яблоко получаем список яблок использование параметризованных методов еще проще потому что здесь работает type in ferens это одна из первых таких разделов языка java где появился type in ferens такой мощный и вообще ничего не надо писать но если мы хотим написать свои параметризованные классы и методы тут задачка немножечко посложнее вот сейчас мы будем раскрывать эту тему во первых ну нужно знать про такую фичу когда мы определяем какой-то параметризованный метод или какой-то параметризованный класс такую фичу как bounded type параметр потому что иногда мы хотим не произвольным типом типизировать а как наследником чего-то потому что иногда наши алгоритмы они не совсем общие то есть любыми объектами что-то делают да например они что-то делают с менеджерами или с персонами тогда мы можем написать что допустим паблик ты extends персом то есть требуем от типа что он не любой а у этот тип который расширяет тип персом и дальше так как мы знаем что сюда передается лист персон и дальше так как мы знаем что ты это по крайней мере персона мы можем свести результат извлечения из листа к персоне прозрачно без type без type кастов понятно да то есть мы потребовали что тип параметр расширяет персону соответственно мы можем как бы так вычислить тип мы передам тип какой-то это могут быть персоны это могут менеджеры это могут быть там каким темпло и это может быть еще что угодно но главное что это расширяет персону а у персона есть допустим какой-нибудь там фамилия имя отчество вот соответственно мы этим знанием можем пользоваться когда мы из листа извлекаем мы понимаем что у нас не просто object какой-то а именно как минимум персона поэтому мы можем просто написать person равно тому то да вопрос здесь работает классы здесь работает интерфейс и даже более того здесь работает тут такая штучка они отпишем extends вот в да правильно когда мы пишем класс мы пишем класс extends что-то имплемент что-то но когда мы пишем баунды the type параметр мы пишем всегда extends именно намекая на то что это как бы субтип значит более того есть очень интересная штучка называется intersection types типы пересечения значит иногда но у нас могут быть может быть довольно развесистая история с иерархии классов и могут быть интерфейсы какие-нибудь и значит тут у нас есть персоны у персоны допустим что может быть какой-нибудь какой-нибудь пенсионер какой-нибудь сотрудник и просто визитер значит нашу компанию гость соответственно пенсионеру и сотруднику мы платим деньги поэтому они еще имплементируют интерфейс payable понимаете а вот например визитор он мы ему денег не платим поэтому он интерфейс payable не не имплементирует соответственно мы можем указать бану границы как бы типа вот таким вот образом персон и payable и тогда сюда попадет и значит ритари и имплое а визитор в это в этот персон и payable intersection тип не попадет это очень удобно значит мы в результате получаем вот этот вот ты резалт ты уже у нас является intersection типом и мы можем сказать резалт ты get name который у нас берется из персона плюс резалт и get payment который берется из payable то есть получается тип такой синтезированный intersection тип более того мы можем навесить здесь через ampersand сколько угодно типов естественно так как наследуемся мы от одного класса и сколько угодно интерфейсов значит здесь может быть не больше одного класса но интерфейсов здесь может быть сколько угодно вот в этом вот intersection типе это фича работает только для баунда type параметров мы не можем определить вот такое персон и payable и дальше какая-то переменная вот как бы сгенерировать такой тип мы не можем джави то есть мысли использовать его как название типа но как ограничение параметризованного типа мы использовать можем по сути дела это означает что мы его можем использовать везде это очень удобная штука бывает целом ряде случаев теперь чтобы писать свои generic классы нужно знать как дженерики внутри устроены и нужно понимать что они появились не в первой версии java в пятой версии которая вышла в 2004 году и тогда в 2004 году стояла задача обратной совместимости то есть у нас уже была куча кода написано без дженериков тут мы появляются вот эти дженерики которые являются очень сильным изменением синтаксиса языка и как бы нам хотелось бы чтобы весь код который до дженериков написано заработала желательно еще библиотечные классы которые там были дженериков какой-нибудь лист или еще что-нибудь они бы продолжали работать даже когда у нас появляется пятая версия и дженерики и думали думали как же так это реализовать и придумали значит используя так называют type и рейджер будь он не ладен потому что он решил задачу обратной совместимости действительно но он определил все ограничения дженериков java который мы имеем сейчас 2019 году хотя где 2019 где 2004 но зато он обратно совместить с версиями java начиная с 5 вот и да за счет чего это сделать это сделали за счет того что дженерики это возможности языка они платформы то есть платформе у нас есть в виртуал машина который выполняет байт код который выполняет классы но виртуальной машины никаких параметризованных классов нет там есть просто классы а соответственно java компилятор он параметризованные классы превращают просто классы в виртуал машине как это делается значит когда мы определяем generic тип вот в столбике слева компилятор его превращает вот в класс файл когда он компилирует байт код код в так называемый сырой тип в обычный тип вот есть у нас пр от т значит он получает просто пр если вы посмотрите но скомпилированный java код у вас там будет просто пр . класс под дженерик и в этом перс стертые стертый параметры они видите заменены на object везде где у нас ты у нас здесь object если у нас имеется bounded параметр то тот немножечко лучше потому что компилятор понимает что object а там все-таки нет и он заменяет на bound то есть если у нас ты extends employee то тогда у нас там где object нас появляется employee вопрос как вы думаете если что будет если там будет intersection type а все проще он возьмет 1 то есть если там через ampersand много перечисляет он берет 1 вот и как бы это иногда полезно понимать потому что остальные будут как бы использование остальных будет через typecast и если вы там уже совсем наворачиваете про эффективность то вам как бы иногда эффективнее поставить вперед тот ограничитель чем этот чтобы меньше было typecast of вот значит каким образом вызываются методы значит метод вот set first second в виртуальной машине но в байт коде уже никакой проверки типов не происходит потому что типа типа проверка типов произошла на этапе компиляции и поэтому мы можем туда класть все что хотим а когда мы извлекаем но вот здесь вот менеджер да то тогда он производит все-таки этот typecast и там может возникнуть ошибка теоретически на самом деле она и практически то может возникнуть если туда что-то не то проникла то там будет класс каста exception в рантайме так разобрались теперь полиморфизм допустим мы взяли пару и отнаследовали от нее дает интервал то есть это видите экстен спер от local date и соответственно мы хотим переопределить метод set second который устанавливает второе значение пары только если она пи больше первого значения пары ну типа time интервал такой что он имеет смысл только если дата слева меньше чем дата справа мы ему взяли и переопределили у нас в результате мы здесь повесили аннотацию вероят мы вот этот скомпилировали в байт коде это превращается следующее здесь возникает метод set seconds local date но этот метод не переопределяет метод базовый set second класса pr почему почему потому что базовый класс pr object берет себя там же стерли тип и там получился обжиг а здесь у нас от секонд от local date с точки зрения семантики языка джавы это верло то не играет вот и чтобы эта штука заработала значит вставляется костыль который называется bridge метод в значит в наш класс который видите что делает он реально переопределяет set second из базового к из базового пр значит берется object сводит этот object к local date вызывает но как бы вот это вот есть на сути дела просто вызов вот этого метода то есть реально оверо идет реально оверо идет bridge метод который автоматом ставлен в сырой тип теперь если у вас ненароком оказался метод с такой же сигнатурой в вашем типе то у вас не скомпилируется потому что будет конфликт с bridge методом то есть если вы не знаете что такой bridge методы вот теперь вы знаете от них может произойти беда значит и вот за счет того что он вставляет вот эти вот bridge методы вот этот вот костыль возникает но сохраняется полиморфизма в параметризованных классах значит и тоже до параметризованных классов никаких джавы ими нет есть только обычные классы и методы на которые скомпилированы типовые параметры заменяются на object или на свою границу для сохранения полиморфизма добавляются bridge методы и сведения типов при использовании значит этого всего дела в байт код добавляется по мере необходимости но результат как бы тогда был таков что можно было даже насколько я читал скомпилированные но одна из версий была такая что можно было скомпилировать в пятым компилятором байт код этот байт код вести на на машине версии там 11 выполнять понимаете да то есть совместимость по байт коду полная это замечательно правда нам это не актуально сейчас а мы с этим живем значит что как бы что мы имеем в итоге значит вместе с обычным типом параметризованным которым получили там лист от стринга или пр там от ты верни лист от или перед который мы определили за кулисами неявным образом возникает еще сырой тип так называем сырой тип который без треугольных скобок просто лист или просто pr этот сырой тип он соответствует ну идеологически на думаю что и фактически он соответствует тому самому классу с type и рейджер который создался в класс файле и как бы нужда его только для совместимости с кодом который до 5 java потому что до 5 java не было вот этих скобочек но лист уже был поэтому надо как-то надо этот код что продолжал компилируется поэтому вот как бы сырые типы в 2019 году когда мы пишем код сырые типы употреблять ни в коем случае нельзя потому что ну от этого мы можем нарушить safety нашей программы очень легко значит смотрите что мы можем сделать мы можем сейчас 2000 java 5 вышла в четвертом году я еще раз повторяю ты сколько это уже 16 лет до тому назад а 16 лет спустя мы вот такой код у нас компилируется восьмое там или даже в 11 java создаем сырой сырой рейлист вернее так нет сначала мы создаем лист от менеджеров а естественно мы предполагаешь это я список менеджеров затем мы берем и приравниваем переменные который является сырым листом сырой лист он ничего не не чекает он берет себя обжиг ты поэтому можем в лист b добавить вообще строку они объекте по менеджер и как бы компилятор это съезд и runtime это съезд если мы возьмем избегет что-то то get он возвращает нам что нам вернет строку сведенную к object поэтому все нормально мы прочитаем напишем здесь менеджер а вот если мы напишем менеджер м равно а . get 0 вот тут мы получим класс cast exception то есть мы засунули в список параметризованные мы засунули чужеродный элемент это можно сделать через сырой тип но как бы сейчас чек-стайл и там любой статический анализатор вам сразу даст по рукам если вы сырые типы захотите использовать только для обратной совместимости дальше понимание дженериков java вот мысль который хочу донести это не про то что с ними делать можно а про то что с ними делать нельзя на самом деле потому что примерно мы поняли для чего они нужны примерным поняли как бы тут у нас может полет фантазии разыграться и особенно у новичков этот полет фантазии часто прерывается ошибками компиляции если не понимать что происходит под капотом то печаль но первое так как у нас типы стираются то в рантайме мы не можем определить параметр типа вот у нас есть пара вот у нас есть пара стрингов вот у нас есть пара менеджеров и мы не можем написать рантами if a instance of pair от стринг понимаете почему потому что в рантайме мы ничего не знаем что это за пар пара чего это в трингов или менеджеров не знаю мы можем вот так вот написать а instance of pair а здесь так называемый обаундит wildcard про wildcard и я буду говорить во второй части лекции после перерыва то есть instance of pair и по пары неизвестно чего пары пара чего-то или кого-то значит так как типа у нас стирается до объекта соответственно все что мы можем ну как бы все в этой вселенной что есть это наследники объекта но джави же есть у нас еще и примитивные типы на им ты и даблы чары и прочей истории получается что примитивные типы в качестве параметров типов использовать нельзя вот написать такое лист and integer невозможно потому что int не является наследником обжекта это примитивный тип есть workaround есть в опер класс с я хотел как раз их рассказывать вот на той лекции которая буду через неделю говорить для инта у нас есть интеджер с большой буквы для дабла у нас есть дабл с большой буквы и так далее вся как бы весь смысл этих классов заключается в том что как бы целому числу представляется в соответствии объекте ну как бы типа интеджер который несет это целое число только и всего но тут у нас есть еще такой синтактический сахар джави это так называемые боксинг и отбоксинг то есть мы можем определить на самом деле лист видите не int а интеджер с большой буквы интеджерс и положить туда 42 42 это int примитивный но в листа мы можем класть только объекты с типом интеджерс специально для в ропер классов сделана фича которая завернет этот 42 в объект с типом интеджер то есть что-то еще там какой-нибудь другой объект мы положить не можем сюда да мы можем положить либо явно интеджерс большой буквы 42 который мы сами создали либо можем положить 42 и джава язык нам делает этот так называемые авто боксинг авто боксинг соответственно если мы возьмем интеджерс get 0 мы здесь получили тип интеджерс большой буквы но мы можем его явно привести к into с маленькой буквы это не значит что нам вернул in с маленькой буквы там возник объект который он развернул это авто ант боксинг и вернул нам int это сделано для удобства чтобы вот эта вот история про то что нельзя использовать примитивные типы в качестве параметров она не приводила к слишком большой головной боли но она по-прежнему приводит к созданию дополнительных объектов и сборки мусора и поэтому если нам нужно если нам нужен как бы ultimate performance которые могут давать примитивы то наш путь это создавать специальные типы данных для примитивов вот просто перед переписывать эту историю где фигурирует примите но как правило если into то может и хэш функция там какая-нибудь получше быть и так далее вообще эти библиотеки написаны так как примитивных типов не так много то в принципе в этом проблемы нет но про про дополнительный overhead который boxing unboxing создает помните иногда это источник performance проблем джами во первых до обратной совместимости я недавно нашел утилиту которая на java 4 версии она прекрасно запускается на современный джами работает и компилирует давайте как бы мы немножко к этому вопросу вернемся вот после того как мы посмотрим насколько вообще говоря эта тема сложная то есть можно сейчас предложить какое-то другое решение и у него будет столько же или если или больше недостатков значит тему какого другого решения плюс это ну окей значит еще чего нельзя делать нельзя инстанцировать типы параметры тут тоже вот нельзя нельзя написать newt потому что мы же в рантами не знаем что такое это вот подождите но вот вы тут показываете файл спалм а если бы это можно было бы сделать у нас могут быть перегруженные конструкторы как мы поймем какую из конструкторов здесь вызывай вот дефолтный конструктор как это решается как это решается вот как это решается в джаве джаве это решается через мета класс то есть мы передаем в значит мы передаем в конструктор нашего контейнера смотрите мы передаем конструктор контейнера класс вот это вот уже bounded wildcard это я сейчас расскажу значит это такое ну короче мы передаем можно так сказать класс просто думаете от т какой-то класс то есть мета класс у этого мета класса есть метод new instance то есть смотрите когда мы этот контейнер инстанцируем допустим контейнера темп лаи контейнер но мы могли бы написать просто new контейнер и забыть если бы у нас не было бы той порейшер но так как у нас есть той порейшер мы как пользователи java api делаем один лишний шаг мы еще сюда передаем им play . класса в аргумент и многие api так работают за счет того что здесь у нас имеется bounded wildcard он не пропустит здесь какой-нибудь уборщица . класс там или не знаю чего там string . класс он пропустит только employee класс вот соответственно эта штучка она проверится у нас в дизайн тайме и на будет работать то есть если у нас есть действительно дефолтный конструктор открытые не по и вот вот эта штука сработает он вернет нам new new instance тем более нельзя инстанцировать массив типа параметра тут уже понятно это еще сложнее обычно в api это решается так что ты уже готовый массив например передаешь ну вот например в в листе есть метод той рэй но в java листе есть метод той рэй который уже просит себя массив совместимый по типу передать и ты туда можешь передать массив уже достаточного размера тогда лист воспользуется если массив недостаточного размера он создаст другой массив достаточного размера и вернет его вот но вообще массивы и дженерики это враги лютые о чем мы еще поговорим джавит до рефлексия это что-то что нам в рантайме позволяет узнать какие у данного метода а какие у данного объекта есть методы какие у данного объекта есть поля и так далее так далее да через рефлексию мы можем узнать какие приватные поля есть значит и через рефлексию мы можем поменять приватное поле в объекте но только сначала надо вызвать метод все таксесса был типа sim sim откроешься его не вызвать то там будет runtime exception вот но в принципе всегда можно любое приватное состояние поменять вот это было сделано сколько я понимаю для того чтобы не было соблазна подумать что приватное поле в джаве этот секьюрное что-то где можно хранить какую чувствительную информацию и так далее она на самом деле не секьюрное и как бы поэтому сделали так что через рефлексию ты можешь получить то есть секьюрность как-то по-другому обеспечивать вот значит массивы и дженерики вот как я сказал они лютые враги и мешать их смешивать два этих ремесла значит ни в коем случае не рекомендуется значит самый первый пример создаем рейлист значит от стрингов вот но такой вот пример вот он не скомпилируется да почему он не скомпилируется я уже конечно в комментариях это написал но хорошо бы чтобы вы подумали если вы помните массив в джаве он хранит полную информацию о типах своих аргументов о типах своих элементов то есть по-научному это называется по-английски рефайд рефайд тайп то есть рефайд контейнер то есть он в рантайме массив java массив точно знает какие у него элементы внутри за счет этого мы еще поговорим еще вернемся к этому он может в рантайме делать чеки всякие в лизу правильно ли мы вставляем элемент или неправильно в этот массив вставляем элемент в случае с контейнером типа листа так как там что-то стерлась массив уже не будет не будет обладать полной информацией о своих элементах и поэтому будет вот такая вот штучка значит можно как бы заставить все-таки массив создать массив параметризованных класс вот таким вот образом то есть давайте возьмем new лист от знака вопроса ну какой-то лист значит 10 элементов но тут у нас как бы джава скажет ну окей почему она скажет окей здесь станет понятно позже пока просто считаю что это такой вот workaround потом мы ведем сведем его нет это все-таки массив лист от стринга тут какой-то warning будет но кто же на них на warning смотрит и вот мы получили массив лист от стринга потом мы берем просто object и приравниваем его вернее массив объектов и приравниваем его а так как object значит ну типа к вариантные типа типа к вариантные то есть мы можем object лист от стринга же мы можем в обжиг присвоить можем всегда значит соответственно задумка с массивами была такая что мы можем вот такой вот написать то есть теперь это массив объектов потом мы берем и значит присваиваем сюда в object array нулевой значит string состоящий из единственные строки full допустим а вот жиры единицу так как это массив же у нас просто листов мы пропускаем лист от менеджера который состоит из одного менеджера значит с точки зрения контроля типов в дизайн тайме все нормально потому что обжиры этом массив объектов и туда все равно что класть с точки зрения укладки в массив значение в рантайме тоже будет все нормально потому что если мы допустим сюда вот жиры один попытались бы не лист вставить а прям напрямую string то тогда бы у нас был рейс тор эксепшен потому что об жиры хотя он в переменной с типа object квадратные скобки на самом деле он себя в рантайме хранит нет у меня там листы внутри сырые листы вот и он скажет рейс тор эксепшен но раз мы ему подсовываем лист но лист с другим значить но не со стрингом а с менеджером допустим то он в рантайме ничего проверить не может для него там сырой лист все они одинаковы он в рантайме его в себя принимает и бабац мы имеем то что возвращаясь переменной а это же у нас массив листов типизированный string он извлекаем get 0 и получаем и место стринга менеджер и мы получаем класс cast exception в рантайме и внезапно как бы у нас нарушилась типа безопасность вот значит пример того как можно типа безопасность джаве нарушить еще один не прибегая к сырым к сырым типом здесь нигде не фигурируют сырые типы но они неявным образом там появились в во время работы с массивом вот поэтому поэтому компилятор вам и не даст написать вот такую вот строчку new и рейлист вот чтобы по бестолковости как бы люди этого не делали здесь у вас будет компа time error потому что типа запрещено инстанцировать generic recreation запрещен ну так уж если вы полезли делать так то он разрешит видимо вы что-то очень хотите сделать вы устраиваете то что называется хип полюшин хип полюшин java language специфики шин означает ситуацию когда у нас типизированный переменной лежит не то что мы там ожидаем увидим вот но у нас хотя явно массивы параметризованных типов запрещено создавать у нас есть вараркс который внутри себя все равно представляет массив здесь тоже опять же боль развития языка и обратной совместимости вараркс они появились в джаве до того как появились дженерики то есть вараркс уже нужно было нужно было чтобы он был а дженериков еще не было поэтому как реализовать вараркс мы решили ну наверно хорошо вот это вот многоточие поставить а внутри к там к этой переменной который вараркс обращаться как к массиву джошуа блок своей книге эффектив джава пишет но это классический пример протечки абстракции потому что вараркс это абстракция и хорошо было бы какой-то синтаксис придумать для доступа к этой абстракции она протекла значит решили долго ну не мучиться просто ну пусть это будет массивом отлично в итоге мы можем взять и и сделать вот такой вот лист string многоточие string лист и мы получаем другим способом в момент когда мы вызываем метод с этим варарксом мы другим способом получаем массив к к этих самых классов значит и получив это так вот вот пример который здесь он точности повторяет пример на предыдущем классе мы получаем тот же самый хип полюшин что и в прошлый раз вот я показываю специально как целиться чтобы выстрелить в новую нас а вот значит но смотрите смотрите на самом деле если вот такой вот написать вот такой вот написать у вас будет варнинг компайлер варнинг значит на варнинге никто не смотрит но все-таки если кто смотрит он увидит у тебя тут вараркс скомпили они не запрещают это дело не и раром но они это запрещают варнингом соответственно мы там положили что да мы положили так чем мы получили до int лист мы получили то есть мы вместо лист string а получи положили в один из элементов массива int листа потом берем и берем этот элемент берем ожидаем там викили стринга и получить первые элементы вместо in the получаем string и вместо какой строчки написать а да 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 это же string лист потому что это же лист от string то есть мы же его так задекларировали да нет но она так и должно быть штате контроль типов то вот значит на самом деле как бы в джаве не запрещено использовать варарки теперь типизированные но перри параметризованные он просто даст вам варнинг но а чё с этим варнингом делать надо написать сайф вараркс а значит и компилятор упал успокоиться то есть собачка сейф варакс это ты заявляешь честное пионерское что я не буду устраивать хип полюшин в этом методе и компилятор успокоиться я к сожалению тут не могу с вами спорить потому что я плюсы и вот реально 20 лет назад писал последний раз чуть на плюсах это нет это я рассказываю корнер кейсы на самом деле это корнер кейсы важно знать эти корнер кейсы но вы не как бы нет вот из моей лекции уже может создать впечатление что там дженерики джава это ужас ужас нет я просто показываю вам вот как бы вот границу вот как это бульки за которые не надо заплывать вот если вы плаваете в пределах этих буйков все все отлично но забыть и заплате на значит да да кто уху плавает но зато у нас обратной совместимости но что пойдет но как бы в древние доисторические там какие-то времена когда там хтонические времена так ребят времени мало материал еще впереди много сейчас у нас перерывчик будет значит то есть сейф вараркс это мы просто говорим честная пионерская хип полюшин в этом методе устраивать не буду значит почему так да потому что на самом деле очень удобно и в стандартной библиотеке у нас полным-полно примеров методов с вараргами типизированный вот там допустим и рейзас лист коллекция на долгину set of видите там все типизированные варарги это прям очень удобно короткий код получается но все они значит аннотированные собачкой сейф вараркс и есть ну как бы мы договариваемся что мы не будем ничего записывать в элементы этого массива чтобы не записать ничего лишнего что мы не будем раздавать ссылку на этот массив наружу чтобы кто-то снаружи что-то его не покараптил и пишем сейф вараркс и все хорошо то есть вот такой вот костыль с которым можно работать ну давайте еще вот этот слайдик и перерыв на что еще нельзя параметризовать нельзя припитализовать исключения прошлый раз я рассказывал про исключения про их ловлю значит ловли исключения проверка типов поэтому понятно если мы пишем catch там если можно было параметризовать исключение там допустим exception от стринга и exception там от интеджера и мы писали catch exception от стринга потом catch exception от интеджера с точки зрения рантайма все это будет exception потому что стринг и интеджер сотрется и чтобы так как ловли исключения на самом деле ловли их на инстансов то параметризовать их нельзя дальше сырых типов не проверим анонимные классы нельзя параметризовать но с ними по это логически понятно потому что они инстанцируются по месту когда мы пишем new что-то открываем фигурную скобку и пишем тот же реализацию методов так как генерики они нужны для того чтобы это использовать с разными типами анонимный класс используется только по месту один раз прометри за тебя смысл вообще никакого нет и нельзя параметризовать и нам и потому что и нам это тоже прибитые такие гвоздями сущности они существуют столько сколько мы их определили и в принципе большого смысла в этом наверное нету так и нельзя использовать параметры типа в статическом контексте потому что посмотрите внимательно на экран если бы мы могли значит статик в статическом контексте использовать параметр типа мы могли бы такое иметь желание реализовать singleton там глобальную переменную от параметризованную там типом фур и параметризованную типом бар ну вот видите здесь две разные этот бы нам возвращал классу этот бы нам возвращал класс бар но на самом-то деле класс контейнер у нас один и как бы сырой класс он один и статический контекст у него тоже один на все возможные типы параметрические и соответственно на вот это вот история она смысла никакого не имеет давайте сделаем перерыв а потом вернемся через пять минут к другим ограничением дженериков и потом про баунды твал корс буду рассказывать так нельзя параметризован нельзя реализовать разные параметризации одного и того же интерфейса виной тому эти наши знакомые бридж методы вот здесь в этой картинке все рассказано да то есть если мы берем employee и реализуем comparable employee и здесь один метод compare to потом мы берем менеджер который extended и play и реализуем comparable менеджер то есть другую параметризацию того же интерфейса у нас важно возникнут два бридж метода которые будут иметь единственную единую сигнатуру это приведет к к беде и поэтому у вас такой код дискомпилируется а значит окей теперь вернемся все-таки к разговору пока вариантность массивов versus инвариантность дженериков страшные слова вот смотрите значит предположим у нас имеется менеджер и employee значит менеджер наследуется от employee значит с массивами еще в 10 раз напоминаю какая история массив employee он является как бы над классом массива менеджеров то есть мы можем и значит employee и равняется менеджер написать такой код и он скомпилируется но информацию о том что в действительности в этом массиве лежат менеджеры хранится в этом массиве в рантайме поэтому если мы сюда попытаемся запихнуть уборщицу в массив менеджеров у нас возникнет и рейстор exception в рантайме мы хотим таких проблем в рантайме избежать поэтому с точки зрения наследования листы play и лист менеджер внимание всем никак не связанные два класса они они один другого не наследуются не другой от первого никак они не наследуются и вывод такую вот историю значит лист менеджер лист им плави равняется менеджер она просто не скомпилируется эта история она просто не скомпилируется у вас и как бы решена проблема да нет возможности что-то сделать нет проблемы значит реальная картинка с наследованием она вот какая то есть у нас если ты рейлист и они с одной стороны имплементируют лист с другой стороне являются наследниками рейлиста и вот то что здесь показано то что здесь показано пунктир чекам это значит что мы можем присвоить переменную но не можем просто проверить инстансов а то что показано сплошной стрелкой это то что мы можем проверить через инстансов но то что мы не имеем права присылать переменную потому что сырые типы запрещены еще раз посмотрите на эту картинку и увидите что через инстансов мы не можем проверить что нечто является лист от импла и я этот слайд уже показывал потому что с тип стерся он скажет нет но мы можем присвоить компайл тайме в наш компайл тайме эта информация есть мы через лист инстансов можем проверить что это лист но мы не можем написать лист что-то равняется потому что это использование сырого типа которое сейчас запрещено как быть если хочется такого мы хотим написать метод допустим смотрите у нас есть список менеджеров и у нас есть список просто работников которые всех себя включает не только менеджеров и мы хотим добавить список работников всех менеджеров это же type save type save почему это же список работе менеджеры же работники мы хотим добавить всех менеджеров туда или допустим мы хотим в классе менеджер сделать такой метод который добавляет всех менеджеров из этого списка в employee это же тоже type save вполне болидное желание значит но недопустимый нет нет смотрите employee это как бы супер класс соответственно employee это и уборщица и директор и программист и всего что угодно вот не так вот мы не должны мы не хотим добавлять уборщицу в менеджеры до которых можно то есть смотрите мы хотим такое мы хотим чтобы компилятор нам чтобы вот написать такое api что можно было написать employees add all from managers или допустим managers add all to employees и здесь совместимость это здесь типа безопасность а другие варианты чтобы нам компилятор не пропускал то есть на мы хотим также дикла так построить наши api если мы подойдем вот наивный подход как как люди которые специально изучали этот вопрос пытаются сделать так но давайте объявим значит лист е там параметризуем его и скажем add all from лист е лист возьмем значит пробежимся по всем этим зам в этом листе и добавим этим к себе и от улту таким же образом только мы бежим по всем айтем замы себя и добавляем их туда в чем здесь проблема проблема здесь в том что так как у нас 10 по 1 е мы только менеджерах можем между менеджерами переливать имплай и только между имплай переливать и мы не сможем перелить менеджеров имплай и хотя мы имеем право это делать тип здесь один это они никак не совместимы и и получается все беда для того чтобы такие задачи решать были придуманы wild карту wild карт типы мы можем написать такой тип лист знак вопросика extends employee и получить то что мы хотим потому что от лист знак вопросика extends employee наследуется то есть это значит что в компайл тайме мы можем присвоить эти переменные можем такой тип объявить мы можем присвоить и лист имплай и и лист менеджер и тогда мы можем написать ад ол фром лист знак вопросика extends е лист то есть сюда пролезет если у нас ей это имплай и то лист от менеджера сюда пролезет потому что менеджер extended эксплай и и лист имплай это же сюда пролезет там и лист супер менеджер тоже сюда пролезет вот дальше смотрите здесь у нас я этим е это вот 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 он здесь вот обозначен этот параметр и наверху то есть он совместим с сигнатурой метода 1 то есть мы можем взять и всех их сюда переместить переместить значит видите у нас что получается for я этим лист лист знак вопроса extend и лист значит что значит точки зрения компилятора с точки зрения компилятора это лист неизвестно чего но это что то по крайней мере является employee понятно да всем все выяснили это называется к вариантный тип совершенно верно сейчас дойдем подождите не бежите в не бегите в период провоза значит будет вам и контравариантность а сначала давайте про к вариантность значит что можно делать с типом типизированных стен сокмен объявили такое ли знак вопроса extend и лист значит соответственно мы берем лист get там допустим первый элемент и можем свести так я вернее не свести к я а нам уже компилятор это возвращает как и он уже таким образом значит потом берем какой-нибудь элемент едва и добавляем этот элемент едва степам е в лист и это не компилируется почему ага да мы может может быть можем а может быть не можем другие ребята поняли почему вот эта строчка не скомпилируется понятно или объяснить еще раз но не стесняйтесь да еще раз хорошо значит смотрите с точки зрения компилятора вот эта штучка является списком чего-то что по крайней мере является е неизвестно чего значит соответственно когда мы достаем из этого списка элементы нам компилятор а их сводит к типу е но это безопасно но когда мы кладем туда какой-то элемент с типом е даже если это тип е он не скомпилирует он скажет мы же не знаем как бы а вдруг это лист менеджеров а ты туда им плой и кладешь уборщицу может быть ты можешь это сделать но я тебе компилятор не как бы в рантами может ты можешь но я тебе в дизайн таймит мне не разрешают а вот ну положить можно почему ну можно положить тоже ну это что угодно да это инстанцев как бы ничего но вообще-то ну инстанцев будет ну pointer exception но с точки зрения до типов как бы ну он ну можно подсунуть везде поэтому ну мы можем сюда в общем благодаря к вариантности мы реализовали adult from но adult у реализовать не получится потому что мы не можем напихивать ничего в такой такой контейнер видите adult from мы реализовали благодаря знак вопросик extends но adult у мы не можем реализовать потому что напихивать туда мы еще не можем и вот тот возникает у нас в другую сторону контравариантные типы контравариантные типы это у нас лист знак вопросика супер имплое это значит что это список либо имплоев либо персон либо объектов то есть всего чего угодно что идет по цепочке наследования темп лои к обжекту вот там и через через интерфейс это тоже можно как бы рассчитывать то есть соответственно к переменной которая типизирована как лист знак вопроса супер имплое можно присвоить и лист имплое и лист персоны это точно полезно если мы хотим реализовывать а долл ту значит то есть если мы хотим что-то делать с этими элементами то есть мы пишем вот такую историю а долл ту лист от чего-то знак вопроса супер имплое то есть мы хотим у нас нет супер е в данном случае до супер ей то есть у нас есть лист типизированный е элементами е и мы хотим его передать в другой лист и мы говорим значит это будет безопасно если это будет либо лист этих же элементов либо это будет лист более с более общих типов на более общих тип сейчас да нет да дайте попозже тогда сейчас доделаем потом попробую забрать значит у нас вот эта штука и вот этот код начинает работать у нас одол ту метод реализуется да кастер скастить мы можем скаст в супер класс он всегда работает и его не надо делать явно то есть вы можете просто перемен как от суп класс или в интерфейс да здесь к ступер класс он вообще прозрачен то есть как бы вот значит теперь контрольный вопрос что можно делать с объектом типизирован знак вопроса супер значит добавлять можно а брать если мы берем лист . get то как бы он нам всегда вернет object почему потому что мы не знаем чуть такое на самом деле это может быть и это может быть какой-то родители я еще какой-то родитель я это может быть сам object поэтому компилятор нам говорит что здесь у нас только object и все то есть брать мы можем на на самом деле это будут только object и как бы компилятор нам тут не поможет есть такой вариант от баун дед wild card который семантически означает то же самое что знак вопроса extends object вопрос почему это не знак вопроса супер обжиг но вот вы дизайнеры java почему бы вам не сделать не сказать что лист знак вопрос это будет знак вопроса супер обжиг какой смысл вот а так у нас получается как бы знак вопроса extends от object это такой от баун дед wild card соответственно брать из него мои типы мы можем но это будет только object потому что нас нет никакой информации о том что это такое а класть мы туда можем но только ну значит чтобы во всем этом не сломать голую хорошо разобраться джошуа блог уже многократно мной упомянутый значит придумал мнемоническое правило пикс если помните буратино там ему предложили деньги зарыть и сказать крекс пикс фикс вот вот пикс это на самом деле продюсер extends consumer супер продюсер extends consumer супер если вы хотите значит работать с чем-то как с продюсером тогда пишите знак вопросик extends если вы хотите работать с параметром ну как бы передаваем ваш api как consumer тогда пишите знак вопросика супер и будет вам хорошо будет вам счастье благодаря этому значит можно ну вот в стандартном api есть например такая штучка поиск максимума в коллекции заданным компаратором вот то есть если там до сегодняшней лекции можно было посмотреть на это и сказать ой чё это такое то теперь вы уже понимаете значит есть collection знак вопроса extends call это значит что мы из этой коллекции собираемся значение читать когда будем максимум искать а и возвращать кстати с типом т это значение а вот компаратор это значит что мы в компаратор будем передавать эти значения и нам в общем то всё равно если мы компаратор который умеет любые числа сравнивать передадим туда интеджер и он же интеджер 100 сравнит значит на к вопросу супер работает это компра вариантный тип значит с другой стороны значит если мы там сравнивать объекты значит здесь string и здесь string получить тоже мы тоже как бы эта история получается то есть мы можем как бы сказать api с wildcard типами они получаются гибче гораздо гибче и если чем api без wildcard типов потому что без wildcard типов мы гвоздями прибиваемся только к одному параметру и пользоваться этой штукой становится очень неудобно до компилятор находит наиболее подходящий иногда ему можно с иногда компилятору можно взорвать мозг значит правила использования wildcard типов они такие их используют в качестве аргументов методов и локальных переменных и их не стоит ну как бы запрещено использовать в качестве возвращаемых значений потому что пользователь api он о wildcard задумываться вообще не может если он задумывается в wildcard значит у вас неправильные api их цель принимать те аргументы которые допустимы принимать и отвергать на этапе компиляции те аргументы которые недопустимо принимать значит и если вы делаете свой api параметризованный то как правило хороший правильный параметризованный api вас класс типизирован каким-нибудь ты или каким-нибудь к в но все ваши методы они будут как раз квад карт типами если это что-то чуть более примитивное чем просто взять одно значение положить в контейнер или извлечь из контейнер значит парочка парочка примеров из каких трюков которые используются при программировании на дженериках значит допустим мы хотим написать программу которая перемешивает меняет местами два элемента в паре и мы пишем такое свод в pr знак вопрос нам же все равно как бы к пара чем стимпизирована до нас же типа безопасно взять мы знаем что два элемента они одинаково типизирован значит нам типа безопасно взять из один элемент поменять на 2 2 на 1 вот начинает писать код и мы упираемся вот такую ерунду потому что этот у нас он бандит wild card соответственно это у нас возвращает только объект и сюда можно запихнуть нельзя запихнуть ничего кроме нула мы не смогли написать метод свод значит для этого чтобы мы смогли написать свод метод используется трюк который называется type capture значит его можно использовать как бы как через helper метод так и напрямую очень часто вопи пишет данном случае значит мы пишем типизированный метод типизированный типом т значит здесь мы говорим что пара типизированная ты и смотрите здесь ты он больше нигде не связан до предыдущем примере у нас ты был где-то ну возвращаемым значением а здесь он вообще ничем не связан соответственно мы этот метод вообще говоря можем на любой паре использовать но здесь мы уже этот ты видите взяли tf get first захватили этот тип и дальше мы этим типом можем оперировать set first get second так как это у нас все типы ты получается эта штука сработает эта штука тоже сработает и соответственно на самом деле класс вернее метод свод helper хотя он является типизированным но его можно использовать напрямую даже не задумываясь о типе потому что как я в самом начале сказал в типизированных методах в методах с дженериками type inference то есть вы их используете даже не говорите чем он типизирован в большинстве случаев то есть вы можете подсказать компилятору использовать такой тип но вы в большинстве случаев компилятор сам этот тип находит а можете вы просто обернуть вот так вот в pr знак вопросика и вот здесь уже все хорошо это вот вызов свопки helper а как вы видите он совершенно совершенно нормально происходит в каком виде вот таком виде мы можем решить мы можем так сделать я только что об этом говорил то есть может быть кого-то смущаешь и здесь типа параметризованный метод понимаете что незачем для для более сложных случаях да это может то есть вы в каких-то случаях захотите упростить свою api чтобы методы у вас были не параметризован например вот то есть на самом деле в данном случае вот этот это совершенно валидная история и это используется много где например вот метод вернее класс но вот рефлексии когда мы пишем объект . класс он возвращает что он возвращает класс типизированный тем самым типом которую от которой мы взяли класс но не то класс вот и таким образом вот используя type capture мы можем допустим new instance возвращать уже нужного типа в рантайме значит другая часто используемый трюк но менее часто используемый на самом деле но все-таки используемый такой валидный это рекурсивные дженерики значит посмотрите на верхнюю строчку что она себя представляет ну я там самый простой пример холдер допустим это объект который оборачивает нечто с типом е но параметризован он не одним параметром а двумя параметрами ей и self который extended холдер от ей self вот как это работает и зачем это вообще нужно дело в том что но это нужно когда у нас имеется большая нубка развесистая иерархия наследования и мы хотим сделать но очень модные очень хорошо применяемый там вот в последние годы флюинт интерфейс когда мы делаем вызову через цепочку методов но допустим мы взяли от наследовали там string holder который возвращает себя она холдер от стринга но и заодно вот в качестве параметра self мы его так назвали чтобы разработчик не забыл еще сюда string holder подкинуть в качестве второго параметра вот значит это дело скомпилировать потому что он поймет что это от ей и от self как бы компилятор съезд и мы в этом методе вот и мы в этом классе мы переопределяем еще какой-то метод там допустим do something благодаря этому мы можем вызывать цепочку методов например смотрите собрали мы new string holder сделали . с этого я там какой-то строки и если бы мы не делали и вот этого трюка с сэлфом у нас бы метод с этого ю он бы что вернул он бы нам вернул диз который является просто классом холдер базовым классом методу something вот в этом классе не определен но нам у нас два выхода как бы из этой ситуации если мы хотим построить флюинт интерфейс чтобы через цепочку вот с это одно с и другое с 3 с 4 до something очень очень хороший паттерн очень хорошие такие флюинт api у нас два выхода либо переопределять вот этот метод сэт вэлью и вообще все методы оверайдить не забыть их заверать и чтобы они с правильный тип возвращали а все что они должны делать и только вызывать супер методы сводить его к ну как бы к себе вернее вызывать супер метод и возвращать из то есть самого себя мы можем поступить вот таким вот образом и тогда все вот эти вот методы они автоматом будут возвращать субкласс нам поэтому рекурсивные дженерики это штучка которая используется достаточно часто что можно почитать посмотреть на тему дженерика в джаве дополнительно во первых ну всем практикующим джавистом надо читать эффектив джава я считаю от автора стандартной библиотеки у него там есть глава про дженерики и он там с болью описывает всякие лишь кейсы и как надо делать как не надо делать но в дополнение там к вашему хорстману можете посмотреть что в этой главе написано есть она конференции джейпоинт 2016 был доклад видео неочевидные дженерики по большей части материал этого доклада я рассказал вам но там просто там больше там доклад уже для практикующих джавистов там много таких заковыристых историй как какой-то больше специфики значит уже более глубокой есть совершеннейшая дичь значит причем дичь который открыли относительно недавно вот я самого начала этот слайд показывал это научная статья 2017 году вышла а потом значит блок статья вот вот теперь давайте подумаем что здесь происходит здесь происходит поломка типов системы типа в джаве мы берем и присваиваем стринговую переменную присваиваем int и компилятор пропускает это дело то есть на самом деле значит все сводится к вызову об каста об каст возвращает сам то что ему передали то есть буквальном смысле возвращается int он буквально передается в стринговую переменную вот эта штука вызовет класс каст эксепшен в рантайме а в дизайн-тайме он скопилируется правда у меня не компилируется но это потому что в как бы версия компилятора java создает ну некоторые содержат ошибки которые вот настолько сложную штучку с дженериками может не пропускать но с точки зрения спецификации java это код корректный и он буквально превращает java в питон в какой-нибудь когда мы в любую переменную можем положить любое значение здесь там это удалось из-за констрейта и на 0 заметьте ну вот это вот это одна из вещей про которую там ну современные дизайнеры языков говорят что ну в языке этого возможна ошибка потому что он вообще ломает типы потому что ну мы мы не смогли инстанцировать констрейн конечно но ну пожалуйста а он где он верит что здесь реальный какой-то констрейн компилятор думаю да мы убедили компилятор подсунув ему все правильно мы в объект замехнули примитив нет мы вместо ссылки указывающей на string положили 42 до вместо ссылки указывающей мы поломали кучу в джаве просто просто с концами вот это 2017 году была находка такая значит и но это смотрите это связано с нулом то здесь история такая сейчас дизайнеры языков убеждены что нул это неправильная штука но вот котлин например он много чего делает для того чтобы ну вы как бы выгнать по поганой метло из языка вот значит да и друг друг другая статья который можете почитать если еще хочет еще больше дичи значит тюринг полнота дженерик типов java значит что будет если вот это вот штуку попытаться скомпилировать вы долго будете думать очень долго будете думать потому что она да она зациклиться потому что компилятор зациклиться и у него будет стек оверфлоу значит в процессе компиляции то есть а на самом деле суть такая что значит вот этот вот раду григорий это тоже статья какого-то 16 по моему года то есть это относительно недавняя находка значит он обнаружил что как ну как компилятора java он решает по сути дела задачу можно ли присвоить эту этот тип этой переменной то есть на самом деле совместим ли один тип с другим типом и вот когда он решает эту задачу его можно заставить производить произвольные производные вычисления то показал тюринг полноту вот этого языка определение дженериков java в частности вы можно зациклить значит его но там тюринг машину значит такое лента вот эти вот штуки то есть можно симулировать ленту и все что угодно произвольный короче говоря вычисления написав достаточно сложное выражение вот вот здесь вот вот ну вот на этой радужной ноте я и хотел бы закончить как бы я именно что в этой лекции показал буйки за которые не надо заплывать внутри буйков там все просто и комфортно лист там от от яблока равно new и рейлист вы получаете список яблок и с этим прекрасно работаете все спасибо за внимание